ну что ж здравствуйте уважаемые зрители спасибо что зашли в очередной раз посмотреть мой видео ролик сегодня он будет несколько необычный почему но в принципе все обычно я начинаю сравнение двух городов первый город будет находиться в россии это краснодарский край город ейск и второй город находится в украине это город бердянск почему необычный с чем это связано в общем как-то неожиданно для себя я открыл вот эти вот два города посмотрел и меня они очень впечатлили и в большей степени впечатлили именно достопримечательности различные виды ну и конечно же так как это города находится на азовском море мне хотелось больше показать пляже показать какие-то красивые места в общем ну вот так погулять как бы по городу скажем так больше сделал даже не сравнение можно сказать обзор но хотя из нашего обзора и будет получаться и сравнение конечно же городов как обычно говорю всем огромное спасибо что заходите на мой канал что просматриваете очень прошу если можете подписаться написать комментарий поставить лайк комментарий очень прошу конечно же добрый я воспринимаю полностью конструктивную критику без оскорблений без матерных каких-то там слов ну и так далее поэтому ребят давайте будем просто сдержаны в своих эмоциях и если какая то есть конструктивная критика в мой адрес в адрес канала в адрес того что я показываю еще раз говорю то что я показываю то есть в сети интернет это общедоступно поэтому мы всего лишь на все просматриваем с вами не делаем какие-то свои дополнительные выводы вот поэтому я очень прошу давайте будем сдержаны и будем именно конструктивны в этих вопросах и сегодня давайте не будем тоже затягивать очень сильно вступление начнем мы из города ейска так как посмотреть есть много чего в обоих городах что меня очень удивило и мне хочется также поделиться своими впечатлениями с вами уважаемые зрители ну просто вот знаете как не ожидал на самом деле увидеть такие достойные города на азовском побережье но вообще как-то очень привыкли постоянно отдыхать на черном море на черноморском побережье в россии и поэтому вот здесь как-то море и не рассматривали и сами города я не ожидал что они вот в таком состоянии и то что есть столько достопримечательностей и так город ейск это курортный город на берегу таганровского залива на юге россии административный центр ейского района и ейского городского поселения краснодарского края пятый по численности населения город краем ну и со дня своего основания является морским портом вот так можно посмотреть он выглядит со спутника есть такая вот небольшая коса в бердянске на несколько будет больше но сейчас мы это все тоже увидим ну а теперь давайте посмотрим со спутника город бердянск что в украине вот так он выглядит замечательно город в запорожской области украины является административным центром бердянского района морской климатический и грязевой курорт государственного значения по населению города в принципе почти схожи ну вот тоже есть такая коса но в городе бердянске она намного больше такая вот длинная коса очень тоже мы по ней погуляем и сегодня обязательно с вами все это посмотрим ну что ж по традиции начнем с просмотра вокзалов и так город есть краснодарский край россия вот так выглядит железнодорожный вокзал давайте посмотрим несколько панорам ну что ж замечательное здание есть зимний пейзаж у такой здание в очень хорошем состоянии фасад надпись есть присутствует можем зайти посмотреть как он выглядит вокзал внутри информация плитка ну в общем чистенько ухожено просто здорово мне понравился такая вот внутренние ротон ты можно сказать здесь расположена принципе вокзал просто радует так ну и параллельно переносимся в украину город бердянск вот так выглядит здание вокзала также посмотрим внутреннее убранство данного вокзала железнодорожные пути видим так внутри вот так расположены кассы хорошие дорожные покрытия сразу отмечаю возле вокзала вот здесь стоят автобусы да кстати говоря я так понимаю что вокзал он здесь и железнодорожный вокзал и именно вокзал автобусный тоже самое так ну вот прилегающая территория навес пожалуйста есть такой перрон здоровски лежит плитка ну вот здесь вот с обратной стороны вокзала уже подходит автобус можно наблюдать дал посмотрите то есть на той стороне мы видели надпись просто вокзал здесь надпись идет уже бердянск давайте посмотрим здесь вот панорамная снимка ох вагоны грузовые конечно состояние их жутчайшая само здание вокзала смотрим вагоны нам в принципе не нужные здание просто в изумительном состоянии 17 год территория чистая просто прекрасно но вот некоторые моменты по сравнению мы тоже с вами будем конечно же касаться в одну таким вот образом то есть четко как-то просматривать я не буду сегодня улице там и частной застройки так далее но хотя посмотрим так частично хотя бы в основном хочу сделать упор именно на достопримечательности просто невероятно удивили меня эти города как-то азовское побережье всегда считал ну несколько слабее по комфортности допустим там тем же достопримечательностям еще раз повторяюсь вот но хотя вот еще раз говорю что удивили эти города ну что ж друзья мои давайте поступим следующим образом давайте несколько достопримечательностей просмотрим городе есть кем и потом уже перейдем в бердянск что в украине и так парк горького вот такое замечательное место довольно таки просторное и ухоженное здесь на территории расположены несколько таких замечательных памятников это памятник матери героини низкий поклон вам матери россии надпись мы видим так ну непосредственно сам памятник максиму горькому пожалуйста расположен замечательная очень территория есть такой вот пруд небольшой искусственные где плавают и лебеди и утки посмотрите вот здесь вот сделан такой вот здоровский фонтан ой простите водопад ну в общем место для отдыха для прогулок очень замечательная для семейного отдыха вот пожалуйста в этом пруду может наблюдать лебеди здесь же в этом парке расположен храм святой блаженной ксении петербургской вот так он выглядит также есть собор архангела михаила тоже вот такое замечательное строение можем посмотреть как выглядит также внутри этот собор есть также часовня матроны московской давайте посмотрим как здесь выглядит прилегающей территории и вот это вот небольшая часовня рядом с парком горького расположен никольский парк вот мы видим памятник установлен николаю чудотворцу здесь тоже посмотрите такая хорошая интересная территория здесь заметил что есть несколько детских площадок тоже также для семейного отдыха вот такие вот есть алии где можно погулять и места для отдыха но вот сами детские площадки непосредственно так но со стороны вот так вот это все тоже выглядит тоже такое замечательное тихое место также в городе есть по рекомендациям хочется мне посмотреть и показать вам уважаемые зрители это сквер имени героев чернобыля вот такой установлен памятник очень приятно что конечно же люди помнят а этой жутчайший трагедии двадцатого века смотрите вот такая вот ухоженная тоже территория видно что заботится на самом деле в памяти это осталось у многих людей вот здесь вот списки и вот такая вот надпись установлена в городе есть кем не так же хотелось показать очень интересное место это парк культуры отдыха имени ивана поддубного вот здесь мы видим вход в этот парк я думаю что человек достаточно известен и не буду про него много рассказывать вот такой стоит памятник можем тоже посмотреть издалека да есть конечно же и музейный комплекс в которой мы с вами обязательно сейчас заглянем в этом же парке установлен вот такой памятник петру и февронии есть бюст иван максимыч поддубный можно тоже посмотреть в этом же парке также расположен а вот такой памятный знак здесь же есть мемориал посвященный великой отечественной войне здесь же есть памятник высоцкому давайте посмотрим территорию непосредственно есть такой вот развлекательный участок тоже в данном парке есть трусиная ферма кстати говоря давай территорию здесь еще посмотрим ну что ж думаю стоит заглянуть сам музей посмотрим что здесь есть конечно же здесь все вещи связанные с именно иваном поддубным вот его здесь орудия которыми он тренировался в свое время вот такая вот экспозиция тоже прошлого века орудия можно посмотреть поближе чуть поезд для борьбы старинные фотографии так непосредственно удостоверение ну и антропометрические данные данного героя также на территории города есть установлен такой памятный знак это самолет миг-17 ну и также к моему удивлению раз мы затронули тему небо обнаружил что есть аэропорт ейска но такое небольшое здание присутствует территория честно говоря непонятная неясная ну сам вот аэродром где именно садятся самолеты но вот не очень понятно как бы это вроде бы здание есть но именно вот взлетные полосы к сожалению посмотреть не можем с вами друзья мои конечно также по традиции мы посмотрим историко-краеведческий музей в городе ейски как выглядит ну вот такая флора фауна сейчас будем просматривать все полностью здесь вот находки различные сейчас посмотрим так ну вот здесь опять же какая-то экспозиция по тому как жили люди раньше вот такие вот смотрите сколько утвари старины просто огромное количество одежда тоже ну наверное даже это может быть и девятнадцатый век да видно что здание небольшое несколько вот таких тоже съемок присутствует здесь жизнь древних людей наверное на побережье может быть азовского моря как бы восстановлено ну вот историко-краеведческий музей само здание конечно расположено где-то вот не совсем понятно скажем так всегда считаю что для таких мест должно быть отдельное какое-то здание где оно тоже выглядело бы как бы исторически имел какую-то историческую ценность историческое значение там ну и так далее ну а вот просто в жилом помещении где-то там конечно может не совсем это и хорошо но с другой стороны хорошо что это есть также в городе есть и есть и художественный музей вот так представлены здесь различные картины тоже можно посмотреть кто будет в данном городе обязательно посетите данную выставку здесь вот панорамный снимок можем с вами покружиться посмотреть смотрите сколько вот этих вот различных картин таких вот интересных каких-то выставочных здесь стендов расположено на которых вот определенные работы мастеров в этом плане думаю что при посещении данного города стоит уделить внимание данному месту и обязательно посетить его ну еще одно достаточно красивое место мне хотелось посетить в городе яйске это площадь революции ухоженная такая замечательная территория с такими вот прекрасными аллеями мы можем наблюдать с вами друзья мои да на самом деле место конечно же просто замечательно есть ночные панорамы вот такие посмотрим хотя и ночные панорамы но видим что конечно же очень все красиво светло как днем зимние вот такая панорама много цветов расположены вблизи вот этого места в общем вот так это все выглядит ну что ж друзья мои отправляемся мы теперь в город бердянск что в украине и давайте посмотрим тоже несколько достопримечательностей ну и заодно вот может быть несколько панорам даже самого города и так в первую очередь что мне хотелось посмотреть это художественный музей вот так выглядит тоже это я так понимаю прилегающее здание здесь вот к жилому сектору расположен достаточно много картин и картины не даже современных художников довольно таки и старинные еще вот вы смотрите что мне больше всего удивило это айвазовский это надо же причем различные здесь фигуры до айвазовский давайте все таки посмотрим его вот такие вот представлены картины так но это уже прилегающие территории здесь показано в общем тоже стоит обязательно посетить вот эту картинную галерею художественные музеи имени бродского в городе бердянске также есть в городе бердянске и краеведческий музей давайте мы его сейчас посмотрим весь прилегающая территория такой вот ужас к сожалению что еще можно сделать с этим вот здесь вот такая реконструкция быта древних людей но не древних скажем так да да ну конечно более ранних поселений вот такие вот экспозиции вот знаете просматривая вот эти вот все выставочные залы мне очень почему-то это напомнило то что мы видели сейчас в ейске очень схожи некоторые экспозиции в определенном скажем так стиле сделано тем более города находится на территории как бы азовского моря то есть недалеко друг друга ну и экосистемы я думаю здесь тоже будет в принципе очень схожи в любом случае поэтому и кровечки музеи они вот со своим выставочными залами так очень похожи между собой ну это и здорово в принципе в городе бердянске конечно же не могу не показать храм во имя святой троицы вот так он выглядит здесь вот прилегающая территория причем здесь панорамный снимок можем посмотреть с вами до храм так понимаю что новострой но опять же может быть и не новострой может быть это чисто уже вот отделка пошла более такое современное ну если ошибаюсь тоже пожалуйста в комментариях поправьте меня вот смотрите в тумане такие вот снимки ночные внутри можно посмотреть как выглядит замечательный храм прилегающая территория съемки кстати говоря 2017 год достаточно свежие просто выглядит все очень хорошо вот поэтому я в принципе и решился сделать сегодняшний ролик но фактически практически по всем достопримечательностям пройтись постараться потому что говорю еще раз меня оба города просто удивили при предварительной просмотре кстати в городе бердянск есть еще один музей это уже третье мы с вами просматриваем музей истории бердянска вот так он выглядит ну конечно обязательно нужно посмотреть что какие экспонаты представлены непосредственно в этом музее давайте быстренько пробежимся да в принципе так же это все связано непосредственно с прошлыми веками но как еще история есть история вот такие вот вещи посмотрите сколько утюгов вот на углях раньше их грели потом как-то гладили думаю одежда пахло дымом от этих углей может быть ошибаюсь быть этого и не было ну хотя куда от этого дыма деться вот такие вот экспозиции в замечательный музей просто замечательный выставочных залов наверное достаточное количество но можно что посмотреть уже видно по нескольким снимкам в городе бердянске также есть аэропорт здание здесь конечно намного больше чем мы видели в ейски давайте отправимся на взлетную полосу даже вот немножко можем посмотреть вот здесь вот вот такой самолет представлен это фото июль 19 года но а вот здесь мне попалась май 2020 аэропорт ну вот непонятно что то здесь все разбито разгромлено как-то странно может быть вот представлен тот снимок это все-таки не аэропорт хотя опять же вот есть дуле взлетная полоса бердянского представлен очень непонятно девятнадцатый год апрель девятнадцатого года тоже видим что здесь вот запущение ну вот уважаемые зрители кто будет просматривать пожалуйста скажите действует ли аэропорт в городе бердянске или все-таки он находится в запущении не совсем понятно опять же здесь вот показан аэропорт апрель девятнадцатого года вроде бы как все работает ну в общем очень непонятно прошу вашего отзыва кто из местных жителей скажите что там происходит с этим аэропортом также в городе бердянске можем посмотреть вот такой памятник самолет что-то наподобие мы с вами наблюдали в городе ейске есть также в бердянске вот такой интересный памятник гармонии любви можно наблюдать вот такой небольшой знаете интересное место небольшой такой вот как бы знак расположен есть вот такой вот еще и один интересный памятный знак автомобилистам трудовикам панорамный снимок здесь можем посмотреть такая замечательная прилегающие территории съемки шестнадцатый год можем чуть-чуть и город посмотреть хотя это еще март зелени нет совсем но тем не менее вот так можем покружиться обратить внимание на состояние самого города в городе бердянске также есть такая интересная смотровая площадка открывается общий вид на город такое интересное сооружение с колоннами полуротонта можно сказать ведет лестницы общий вид на город с этой смотровой площадки недалеко от данной смотровой площадки есть памятник дачникам ну вот да выполнен в таком классическом стиле люди которые работают на своих приусадебных участках есть вот такое с одной стороны странные с другой стороны может быть веселый памятник счастливое детство вот такой старинный велосипед представлен в виде данного памятника также мне хотелось бы посмотреть памятник графу воронцову ну и конечно же прилегающие территории вот здесь вот хочу обратить ваше внимание открывается замечательный вид на город непосредственно давайте подойдем поближе очень интересная территория сейчас посмотрим еще одни панорамы вот посмотрите как выглядит данный город бердянск что в украине вот так вот если не знаю я бы конечно посмотрел сказал где-то это в европе больше просто замечательные виды невероятные посмотрите как насколько ухожена вот эта прилегающая территория такой вот тоже как бы можно сказать и сквер и не сквер ну такое вот место для пеших прогулок еще один достаточно странный необычный памятник это человек и стихия вот так выглядит издалека можем посмотреть ну если же уж тут вникать и разбираться конечно же понятно что здесь изображено ну что ж теперь мне хочется вернуться назад в город ельск и давайте посмотрим именно пляжную территорию как выглядит как отдыхают здесь люди и что и себе представляет вообще пляжи вот такой вот панораму я нашел пляжи конечно же песчаные видим да вот по поводу воды к сожалению в азове она не совсем уж и чистая всегда но может быть это связано с особенностями конечно же местности плюс песок здесь ну и плюс конечно же бесконечные ветры пляжи в азове мы с вами рассматриваем непосредственно на к 7 посмотрите какая замечательная территория стоят и зонтики здесь тоже самое вот такие гостевые дома возможно может быть это даже а да это пансионат при азовье ну что ж посмотрите очень замечательная территория есть такой искусственный водопадик с русалкой русалка правда что-то не совсем может быть симпатичная но ладно бог с ней самое главное что территория просто изумительная ухоженная домики сами ну да скажем так ничего особенного но тем не менее самое главное чисто ухожено и довольно таки уютно еще один панорамный снимок смотрите какой широкий пляж просто здоровский да везде песочек не галька что на черноморском побережье хотя но это на любителю в принципе мне больше устраивает может быть даже галька чтобы этот песок нигде не тащился но такая вот огромная территория посмотрите не едины просто бумажки просто все чисто здоровски это что и радует такой прекрасный вид на море из непосредственно открытого кафе еще одно такое вот место в городе есть написано что это пляж на лимане но хотя знаете пляжем здесь сложно назвать что-то съемки май семнадцатого года купающих все отдыхающих нет ну да вот пожалуйста свободное место значит здесь даются вот эти помещения для отдыхающих но хотя вот край железной дороги как-то непонятно как тут можно вообще отдыхать плюс вообще где переходы еще вот но вот друзья мои посмотрите какое прекрасное место я нашел в городе ейске такая вот замечательная набережная очень длинная ездили конечно же погулять и развлекательных различных вот здесь построек много вдали видим колесо обозрение пусть небольшое но тем не менее все равно различные бары различные кафешки расположены сама набережная вот в такой прекрасной плитки ограждение видим пляжи но давайте постараемся сейчас рассмотреть ну да пляжи также по-прежнему очень широкие песчаные открывается вот такой замечательный вид на море ну а набережная прям такое чувство что она просто бесконечное посмотрите такой орнамент плитки сделан такой оригинальный интересный подход на территории этого же пляжа можем увидеть памятник варенику вот такое интересное архитектурное решение вообще первый раз такое вижу но вот уже ближе к окраине подошли и тем не менее посмотрите в принципе достаточно все прилично даже вот стоит мусорка здесь также территория облагорожена ухожена хотя вот может быть какие то вот здесь да наверное территория кафе все-таки расположенного такие вот навесы есть открытые веранды где можно отдохнуть подышать воздухом морским и насладиться прекрасными видами на азовское море теперь давайте отправимся в город бердянск что в украине и посмотрим при прилегающую территорию посмотрим как выглядят пляжи вот здесь вот мы видим парк солнечные часы парк развлечений с таким вот довольно таки большим колесом обозрения но она еще вот на стадии монтажа видим что нет кабинок и либо вы наоборот на стадии демонтажа ну не могу сказать точно также есть такое плиночное покрытие отличное но сейчас пляжем поближе мы подойдем набережная несколько отличается от того что мы видели в есть кино тем не менее она довольно таки такое при приличное на территории набережной есть такой довольно таки чудной памятник жабе зависть и порог есть также памятник молодому рыбаку и есть вот такое интересное кресло желаний также памятник да не совсем похож на железный трон из игры престолов но тем не менее наверное при возможности нахождение на данном кресле исполняются определенные желания скажем так вот как я уже и говорил есть скайбердьянск очень похожи тем что даже железная дорога проходит край моря к сожалению это не совсем удобно для отдыхающих вот здесь пляж скрыли у нас вагоны вот по поводу неудобств как как бы хотелось бы сказать вот в чем проблема то есть надо находить те места вот где-то там на косе отдыхать сейчас мы туда и отправимся здесь вот не совсем приятно конечно же находиться на пляже давайте несколько посмотрим панорамных снимков непосредственно с набережной непосредственно с набережной тоже вот такое песочное покрытие можем видеть зонтики стоят отдыхающие не столь уж и много но тем не менее отдыхающих достаточно такой вот пляж с интересным названием подчаток ну конечно он больше скажем так наверное дикий вот туда еще как то что то вот оборудованным видим но здесь к сожалению уже иной вид вот один из гостевых комплексов посмотрите просто конечно же замечательное такое место утопает в зелени двор и прилегающая территория оборудована просто здорово на косе в бердянске виды конечно же просто изумительные но я хочу сказать по поводу пляжей несмотря на то что это азов да ну вот море не столь уж и чистое посмотрите какая такая вот бухточка интересная в принципе ну почему бы здесь не поотдыхать да по поводу строения не все уж так супер шикарно но тем не менее довольно таки благоустроена есть место где отдохнуть есть лежаки люди лежат и на лежаках люди и отдыхают также на песке непосредственно размещаются в общем ну это кому как конечно удобно но общий вид говорю еще раз здесь конечно очень и очень интересный надеюсь что вот люди зашли в море и там таких вот валунов камней нет ну вот здесь друзья мои попал во двор одного из наверное гостевых комплексов написано что это замок Венеции ну вот такая вот прилегающая территория вот выход к морю непосредственно идет ну конечно все здорово и красиво но меня больше интересует именно территория пляжа на косе здесь вот строение достаточно далеко а вот смотрите какой замечательный широкий пляж людей конечно же несмотря на то что широкий пляж очень и очень много по всей длине посмотрите сколько отдыхающих в сентябре восемнадцатого года это сентябрь что ж тут летом творится просто наверное аншлаг вот такая тоже замечательная территория июнь девятнадцатого года огромный пляж ну здесь уже окраина самая здесь нет строений на косе ну а пляж широкий и просто здоровский еще одно такое пляжное место хочу обратить ваше внимание на строение которое мы видим в долине то же самое знаете ну вот судя по строениям не сказал бы что это непосредственно в Украине ну да вот здесь вот может быть какие-то доски и совсем так приятно но постройки все просто шикарные конечно же плюс такой прекрасный пляж да сентябрь двадцатого года народу не столь уж и много опять же вот летние какие-то панорамы мне к сожалению не попадают ну и друзья мои давайте посмотрим такой общий вид на косу посмотрите какая красота как все замечательно выглядит ну правда здесь съемки фактически зимние это март вот основные строения располагаются в этой стороне ну здесь вот коса вот так зайдет с загибом вид конечно просто шикарный ну давайте еще одну территорию пляжа посмотрим это соломенный пляж что на косе в городе Бердянск в Украине ну и на этом я буду заканчивать свой обзор сравнений друзья мои всем огромное спасибо кто со мной остался до конца посмотрели мой ролик вот опять же очень много чего показал но много чего не показал не обижайтесь в одном ролике все показать невозможно то есть вот по таким местам по таким крупным городам ну не крупным скажем так но курортным городам где есть что посмотреть наверное нужно делать несколько роликов вот я уже как бы делаю вывод такой потому что все в один собрать невозможно это несмотребельно ролик огромный ну и так далее но тем не менее в общем я под впечатлением оба города мне очень понравилось прошу вашего мнения в комментариях написать что вам понравилось что не понравилось поставить лайк обязательно ну и кто еще не подписался пожалуйста подписывайтесь на мой канал будет много чего впереди еще интересного ну а мы с вами увидимся как всегда на канале среда обитания до свидания